К мусорному вопросу сегодня особое внимание. Вроде бы поднадоевшая фраза «чисто не там, где метут, а там, где не сорят» кажется актуально как никогда. Тех, кто мусор бросает, а не выбрасывает, хватает за руку, штрафует и позорит. А контейнерные площадки благоустраивают и модернизируют, чтобы мимо рука не поднялась бросить. Но и на этом не останавливаются. Теперь контейнерным площадкам присвоят кадастровый номер и за каждый закрепят ответственного. Контейнерная площадка на первый овражный. Мусор сюда приносят жители кооперативных домов, муниципальных и многочисленные собственники гаражей. Площадка, как говорится, одна на всех. Вот только обслуживает ее управляющая компания на деньги от жителей муниципальных домов. Семей нянек, дитя без глазу. Есть управляющая компания, есть РЭО, есть коммерческие структуры магазина, рядом с которыми находятся эти площадки. Есть непосредственно на сегодняшний день, почему я сказала, не единственный оператор «Чистый город». Он у нас массовый тогда охват, но не единственный. И вместе с тем, когда встает вопрос, кто должен содержать площадку, все в стороны разбегаются. Чтобы было с кого спросить, все площадки пересчитают, поставят на кадастровый учет и определяют ответственного. А свой материальный вклад в содержание и обслуживание будут вносить все, так сказать, пользователи. Изначально, когда у нас строились жилые дома, то контейнерные площадки не предназначены для выноса мусора из жилых домов. Но постепенно же вокруг обрастали палатки, строились магазины, где-то стоянки, где-то рядом гаражные кооперативы находятся. Поэтому получается, что площадкой начали пользоваться уже несколько, не один собственник. Коммерческие структуры должны оплачивать в управляющую компанию на содержание данной площадки. Потому что, вы же понимаете, да, то есть ее нужно и красить, и ремонтировать, то есть ломается, и дворник должен убираться на этой территории, приводить ее в нормативное состояние. Соответственно, это не должно только быть за счет жителей. Еще один принципиальный вопрос – превышение мусорного норматива. То есть, если вы затеяли ремонт или перепланировку, вам необходимо заказывать отдельную машину для вывоза крупногабарита. Списки таких жильцов Рео теперь будут передавать в администрацию. Валентина Мордовина, Елена Плюснина, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.